Добрый день. Меня зовут Решетников Гаврил Гаврилевич, учитель истории общества знаний Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых. Добрый день. Сегодня мы познакомимся с примером выполнения работы по единому государственному экзамену по общественному знанию 2020 года. Внимание на экран. Давайте, ребята, посмотрим на текст. Для выполнения заданий номер 21, 22, 23, 24 необходимо отработать с текстом. Внимание, слушаем текст. Формируя стратегию экономического развития России, мы учитываем тенденции, которые происходят в мире и намерены использовать глобальные технологические сдвиги, формирование новых рынков, возможности интеграции и кооперации в интересах собственного развития. Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы, существенно сократился отток капитала. Правительство и Центральный банк России продолжат взвешенную и ответственную работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Важнейший фактор, который предопределяет общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы – это производительность труда. Нам необходим рост производительности труда на крупных и средних предприятиях. С ростом производительности неэффективная занятость будет неизбежно сокращаться. И это значит, что нам нужно существенно повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности. Мы сможем решить эту задачу в первую очередь, создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Еще одна ниша для малого и среднего бизнеса – это высокотехнологическая сфера. Создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, выходят на рынок с прорывной продукцией. И, наконец, емкая ниша – это сервис развития сферы бытовых услуг, а по сути создание комфортной, благоприятной среды для жизни людей в городах и поселках России. Необходимо формировать систему поддержки экспортно-ориентированных компаний. Наша программа импортозамещения также нацелена на создание продукции, конкурентной на мировом рынке. Это важный этап для наращивания несырьевого экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы. Мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Речь идет о том, чтобы повысить прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и бизнеса. Эти отношения должны строиться на понимании и взаимной ответственности, строгом выполнении и следовании законом, на уважении к интересам государства и общества, безусловной ценности института частной собственности. Владимир Владимирович Путин. Давайте, ребята, посмотрим на первое задание по тексту. Задание номер 21. Давайте, ребята, сначала попробуем поработать. С самим вопросом. Вот по тексту, например, что у нас видно тут. Например, в первом вопросе, который вот тут заканчивается, необходимо обязательно увидеть, что нужно назвать не менее двух тенденций. А тенденции чего именно? Тенденции мировых, которые характерны не только для нашей страны, но и для всего мира. Так, это у нас как бы первый под вопрос. Далее. Какие наиболее острые текущие проблемы в экономике России смогла решить? Опять же, да, обращаю внимание, что должно быть не менее двух результатов таких решений. Там, если мы напишем менее двух результатов, этот блок нам не засчитают. Так, и при этом не какие-либо проблемы, которые мы вообще знаем в экономике России, да, а именно которые отражены в тексте Владимира Путина в этом выступлении. Острые текущие проблемы экономики России. Так, и последний блок вопроса, как решают эти проблемы правительство и Центральный банк Российской Федерации. Правительство отдельно и Центральный банк. Тогда, ребята, можем посчитать, сколько вот вопросов нам нужно необходимо написать, чтобы получить максимальные два балла. Так, давайте я вам зачитаю вариант ответа на первый вопрос. Какие мировые тенденции учитывают при формировании стратегии экономического развития России? Ответов в тексте не два, а три. Вот все три можно найти. Во-первых, это у нас глобальные технологические сдвиги. Так, сдвиги. Во-вторых, формирование новых рынков. Так, и в-третьих, интеграция и кооперация. Соответственно, получается, да, из этих трех правильных ответов достаточно найти два. Ну, если все три найдете, очень хорошо. Так, потом следующий второй вопрос. Какие наиболее острые текущие проблемы в экономике России смогла решить? Россия смогла решить. В данном случае только два варианта ответа. В самом тексте они тоже есть. Это у нас Россия смогла сохранить свои резервы. Фонд национального благосостояния, например, да, и существенно сократила отток капитала. Так, мы ответили на два вопроса. И, соответственно, ответы на два вопроса – это у нас один балл. Чтобы получить третий балл, необходимо ответить на третий поставленный вопрос. Как в тексте обозначено направление работы правительства и Центрального банка Российской Федерации? Ответ у нас такой – обеспечение макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность. Соответственно, получается, да, ребята, у нас ответ очень большой по объему получается. И при этом у нас это базовый уровень. Вам необходимо вот эти все элементы, компоненты найти и правильно все вписать. Тогда мы получаем два балла. Давайте вернемся. Ответы мы уже посмотрели. Давайте вместе посмотрим на вариант ответа. Так, вместе читаем. Что у нас тут написано. Мировые тенденции. Какие у нас обозначены? Глобальные технологические сдвиги. Плюс. Формирование новых рынков. Плюс. То есть, соответственно, получается, данный ребенок ответил правильно на первый поставленный вопрос. Далее. Результаты, каких результатов Россия добилась. Сохранила резервы и сократила ток капитала. Данный ребенок уже получил один балл. Чтобы получить второй балл, необходимо ответить на третий вопрос, как мы говорили же. Правительство и Центральный банк России продолжают взвешенную и ответственную работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Совершенно правильно. И данный ребенок получил два балла. Хорошо. Идем дальше. Так, давайте посмотрим второй пример. Учитывают следующие тенденции мировые. Использование глобальных технологических сдвигов. Формирование новых рынков. Так, второй вопрос. Результаты решения острых текущих проблем. Сохранение резервов. Сокращение оттока капитала. И направление работы правительства и Центрального банка – это обеспечение макроэкономической стабильности. Соответственно, тоже два балла. Ребята, я обращаю внимание, что не обязательно очень много писать, но и не значит, что очень мало писать надо. Надо обязательно учитывать момент, что все необходимые компоненты должны присутствовать. В данном примере мы видели, что 2, 2 плюс 1. Соответственно, два ответа, два ответа и один ответ. И только при наличии 5 правильных ответов у меня может быть полный балл. Так, и соответственно, в окончании можно, давайте еще раз посмотрим на сам текст, что текст вроде как бы очень большой с одной стороны, но он разбит на блоки, на абзацы. И соответственно, надо обращать на это внимание, когда работать будете с самим контрольно-изменительным материалом во время экзамена, можете на самом задании делать пометки, как-то разграничивать. И когда вы, например, читать будете, первый абзац. Формируя стратегию экономического развития России, мы учитываем тенденции, которые происходят в мире, и намерены использовать глобальные технологические сдвиги. Вот ответ пошел на первый вопрос. Формирование новых рынков, возможности интеграции и кооперации. Вот я ответ нашел на 21 задание, например, первый блок. Еще раз, ребята, обращая ваше внимание на то, что текст имеет свой смысл. И при этом вот эта смысловая нагрузка, она дана этому тексту автором. Автором данного текста является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И поэтому, когда работать с такого рода текстами будете, обратите внимание, кто автор и на каком уровне должен быть анализ. В данном случае в этом тексте анализ должен быть на большом, на макро уровне. Спасибо за внимание.